«Запорожье. Игры. Содружество народа». Уникальное мероприятие, задуманное двумя организациями, которые развивают боевые и силовые виды спорта. Это Международная ассоциация Аматерского полноконтактного окопашного боя и Федерация сильнейших ответов Украины. Я представляю сегодняшних гостей, которые нам расскажут о фестивале, где, как он будет проходить, в чем его специфика, в чем его фишки, в чем новизна, что увидят запорожцы. Сегодня об этом будем говорить. Итак, Антон Кулебякин, президент Международной ассоциации полноконтактного окопашного боя. Виталий Томпсон, президент Запорожской федерации полноконтактного окопашного боя. Валерий Гызаев, президент Запорожской областной федерации Богатырское многоборье. И Иван Блинов, член сборной команды Запорожской области по Богатырскому многоборью. Ну что, начнем. Кто первый? Ну, можно я, если бы не было. Пожалуйста, Антон Кулебякин. Сама идея мероприятия зародилась недавно, но история начинается с 2007 года. В 2007 году наша организация проводила чемпионат Украины по ПРБ, по полноконтактному рукопашному бою. И почетным гостем у нас был Олег Довурбекович Кантемиров. Это известнейший актер советских времен, каскадер, целая династия циркачей. Сейчас он живет в Канаде, на то время являлся президентом российского сообщества Канады. Вы его помните по фильмам «Фанат» он играл, «Фанат 2», «Человек в зеленом кимоно». Жанр с советской каратэ. Да, один из основателей советского каратэ. Он приехал к нам по приглашению одного из наших коллег, работающего с нами в администрации федерации на то время. Мы провели соревнования, он был очень впечатлен. И с тех пор, будучи осетином, у нас завязалась уже дружба с осетинской общиной в Украине, в Запорожье в частности. Мы нашли много контактов с осетинской общиной. И вот непосредственно сейчас, при их поддержке, проводится это мероприятие. С Валерием мы познакомились относительно недавно, потому что он, будучи осетином, нас познакомили. И будучи осетином, он также является, как вы сказали, руководителем областной федерации силового богатырского многоборья, сильнейших атлетов Украины. Представляет Федерацию Украины по этому виду спорта у нас в области. Сам является неоднократным и чемпионом, и организатором целого ряда соревнований. И вот как бы нам пришла идея о том, что данный старт является базовым. Здесь только мы представляем и боевые виды спорта, и они силовые. Все мероприятие проходит исключительно на таких вот средствах, собранных нашими организациями и собранной общиной осетин. На будущее у нас в планах, конечно же, расширить, гораздо расширить, превратить это в полноценный фестиваль. Такая практика очень популярна за рубежом, в Германии, во Франции, в Бельгии. Очень много соревнований подобного проходит плана, когда приглашаются разные организации и по боевым видам спорта, и по силовым. Тем более у нас есть и возможности приглашать. У нас много коллег, и у них тоже много коллег, и из Федерации Пауэрлифтинга, и еще целый ряд организаций, которые развивают силовые виды спорта. Так же и у нас. Поэтому этот старт, он как бы достаточно важный, нам нужно сработаться, нам нужно найти тандем, какую-то концепцию, которая нас объединяет, уже найдена. Это дружба народов, дружба народов осетин и украинцев. Мы абсолютно проводим все под эгидой абсолютной аполитичности, естественно, все со сбросом на нынешнее состояние и положение в стране. То есть нас не интересует политика, это проводится не под эгидой ни одной политической структуры. Мы не работаем ни с какими политическими силами, не представляем ничьи интересы. Наша задача – это культивация здорового образа жизни, популяризация наших видов спорта. Вот как бы то, что я хотел сказать. Спасибо, Антон. Ну, наверное, Валерий, да? По вашему. То есть Антон представитель направления каратэ, да? То есть рукопашный бой. Ну, по сути, то, что привыкли люди называть каратэ в быту. У вас уже больше силовая часть, да? Вот ваше участие в этом проекте. Пожалуйста. Ну, я думаю, все зрители, все, кто смотрит телевидение, знают и не понаслышке видели не раз, особенно в первой половине 2000-х годов, соревнования, так называемые «Богатырские игры», профессиональное название «Богатырское многоборье». В нашей стране она представлена в Министерстве спорта Федерации сильнейших атлетов Украины. И в Запорожской области этот вид спорта культивирую я с 2011 года. То есть в 2011 году, в сентябре, впервые были проведены соревнования на территории Запорожской области. То есть уже профессиональные. До этого проводились так называемые «Казацкие забавы», всевозможные интерпретации «Богатырского многоборья», но уже в том формате, в котором оно должно быть, на специальном оборудовании, которое соответствует международному стандарту. То есть все оборудование соответствует международному стандарту. То есть в планах мы смотрим гораздо дальше, вплоть до того, чтобы со временем провести от международных командных встреч. В планах есть матчевая встреча в 2015 году сборной Украины против сборной Литвы. Самые принципиальные соперники сборной Украины по «Богатырскому многоборью» за всю историю. Это сборная Литвы. Только формат будет не супертяжелый вес, а весовая категория до 105 кг. Я сам являюсь членом сборной Украины до 105 кг. У нас есть очень яркие представители, призеры мира, мастера спорта международного класса. И достаточно сильная сборная. То есть хотелось бы, чтобы первым шагом был ряд провести международных соревнований именно в формате матчевой встречи 4 человека в команде. А со временем мы может придем к тому, что возможно в Украине, и хотелось бы, конечно, это увидеть на территории Запорожской области, прошел или чемпионат Европы, или чемпионат мира. Ну, не будем сейчас загадывать. Пока что вот мы подошли к кульминации этого года. Станет проводимый нами 23 ноября финал командного Кубка Украины. По итогам этого года было проведено 3 отборочных этапа. В первом отборочном этапе, который прошел в августе месяце в городе Запорожье, победу одержала сборная Николаева. Игнария. Следующий прошел в августе в городе Мелитополе. Там в финал вышла наша сборная Запорожьской области. И заключительный этап третий проходил 5 октября тоже в городе Мелитополе, где в финал вышла третья сборная, сборная Днепропетровской области. И вот в финале встретятся три сильнейших области Украины. То есть Николаевская, Запорожская и Днепропетровская. В пяти упражнениях сложнейших и веса будут, почти во всех упражнениях веса будут на уровне чемпионата Европы. То есть очень серьезный показатель. Но это неудивительно, потому что Украина занимает одно из лидирующих мест в мире по богатырскому многоборью в рейтинге. Поэтому веса соответствующие. Мы стараемся держать уровень, если это Кубок Украины, а Украина одна из лидеров богатырского многоборья в мире, то и веса должны быть соответствующими. Кроме того, очень важный момент. Если в тяжелой атлетике, скажем, пауэрлифтинге, зритель может визуально, даже без каких-либо специальных навыков, посчитать вес на штанге. То есть гриф весит 20 кг, на штанге блины красные 25 кг, синие 20. Это как бы все, кто более-менее знакомы, там пару раз были в зале, они это знают. То в богатырском многоборе, к сожалению, такая практика существует. Но и зрителю непонятно, какой вес снарядов. И зачастую даже сами спортсмены просто надеются на, честное слово, организаторов. Что, скажем, данная конструкция весит 300 кг. Но кроме организатора это никто не знает. У нас впервые будет проведена практика не только на территории Украины. Ну и на территории, скажем так, не буду отвечать за зарубежные соревнования, я не знаком, есть ли у них такая практика, нет. Но если брать постсоветское пространство, СНГ, впервые будет проведена практика взвешивания всех снарядов перед соревнованиями, присутствие капитанов команд, судейской штаба, судейской коллегии и, скажем, самих спортсменов. То есть все вопросы сразу отпадут, все будет честно, максимально демократично. Судейство будет осуществлять профессиональная судейская коллегия во главе с нашим заслуженным спортсменом Николаем Мельниковым из Макеевки, который в свое время с Василием Веростюковым, с той звездной, скажем, командной, которая прославила Украину и прославляла на весь мир и принесла Украине 4, если не ошибаюсь, статуса самой сильной нации планеты. Он является сам обладателем, двукратным чемпионом мира. Он будет осуществлять судейство непосредственно. Секретарем будет Полищук Денис, это из Мелитополя, тоже достаточно квалифицированный сам спортсмен, тоже мастер спорта по пауэрлифтингу. И еще из специальных гостей приглашенных у нас есть Дмитрий Курганов. Это представитель Федерации силового экстрима в Беларуси. Богатырское многоборье называется силовой экстрим. Это представитель Федерации силового экстрима Беларуси. Это наш специальный гостей. Поэтому объективность будет стопроцентная. То есть все будет очень серьезно, веса. Атлеты готовятся уже на протяжении полгода к этим соревнованиям. Также состав участников тоже достаточно звездный. Там будет за сборную нашей Запорожской области Дмитрий Иванов, обладатель Кубка мира в парном зачете по богатырскому многоборью. За сборную Николаев будет Виталий Герасимов, заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион мира. Также за нашу сборную будет сборную Запорожской области Кривченков Александр, трехкратный призер чемпионата мира, мастер спорта международного класса. То есть можно сказать, объективно говоря, большинство сильнейших атлета Украины, чьи сборные вышли в финал, встретятся сейчас и будут бороться за звание самой сильной области 2014 года по богатырскому многоборью. Спасибо, Валерий. Ну, к богатырскому мы сейчас вернемся еще, да? Хотелось бы у рукопашников узнать представленность на фестивале по вашей дисциплине. Насколько тоже будет такая звездная, и кто из известных лиц поддерживает мероприятие? В Украину этот вид спорта мы принесли в 2005 году. С тех пор ежегодно календарь полон целым рядом мероприятий. Это и два полноценных чемпионата Украины среди любителей, отдельно чемпионаты первенства проходят по возрастным группам. Виталий Павлович регулирует работу по городу, работая с городскими соревнованиями, районными, клубными. В целом, из года в год у нас смело можно назвать 7-8 областей с Украины, то есть где-то треть, особенно близлежащих, которые у нас регулярно представляют своими командами. Это и Днепропетровск, ну, соответственно, Запорожская, и Харьков, и Херсон, и Полтава, и Чернигов. Опять же, вот спишуя на обстановку в стране, наши коллеги из Западной Украины, им немножко боязно сюда ехать. Они как бы откровенно говорят, что мы детей не повезем к вам сейчас. Тут вот как бы, понимаете, да? Ну, мы их тоже можем понять. То есть в целом, это достаточно массовое мероприятие, где около 150 человек собирается к ворум. Если сейчас как бы непогода, никакие другие, не дай бог, условия нас не подведут, мы ждем хорошей ворум, хорошей команды. Но в любом случае, бывает по-всякому. Поэтому наша задача дать оптимальное, возможно, адекватное судейство для спортсменов. Спортсмены приезжают много разных, из разных клубов. Многие в первый раз приезжают. Всегда, в каждом соревновании есть те, кто приезжает в первый раз. Попробовать, испытаться, понравится направление, не понравится. Но мы держим четко ворум, постоянно работающих с нами вот уже с пятого года. Почти 10 лет есть люди, которые к нам приезжают, с разных областей, которые знают, что у нас мероприятия, вносят нас в календарный план, приезжают, приезжают. Мероприятие проходит при участии городского управления по вопросам физкультуры и спорта. С ними согласованы все сроки, согласное положение, как все соответствует. В самом мероприятии проводятся международные ассоциации, при поддержке Федерации Украины, ПРБ, и Фонда культуры и инноваций «Футура», киевская организация, которая является генеральным спонсором нашей организации. Благодаря им вообще наш бюджет, наш календарный план имеет место быть. Поэтому эти соревнования будут не исключением. Мы проводим все очень быстро, хорошая дисциплина. Поэтому такое большое количество людей мы свободно пропускаем за один день, без задержек, без заминок. Стоит отметить, что 21 ноября это рукопашка, а 23-го это богатыри. Ну что, хочется спросить Ивана, потому что его вид наиболее такой внушительный в данном случае, и отражает, наверное, всю историю спорта, который, наверное, давно занимался этим. Как пришел в богатырское многоборье? С чего начинал? Как удалось достичь таких больших успехов, стать представителем сборной Натурской области? И что ожидаешь от мероприятия? На самом деле, в богатырском спорте не так давно. Это случилось в 2013 году, в июне. Я дебютировал на соревнованиях, Валерий Азай пригласил меня на соревнованиях попробовать себя, и как бы сразу пошло, все получилось. И спустя небольшое время, чуть больше года, попал я в состав сборной команды Запорожской области. И получилось, что с первого этапа мы не прошли мой финал, и со второго этапа мы прошли финал, и как бы сейчас будем бороться за лучшие звания, укрепим в данный момент, в нашей федерации. То есть, по поводу успехов, как бы еще рано говорить, то есть, сейчас главный мой успех – это выход в финал, то есть, особо нет, пока у меня никаких регалий в богатырском спорте, есть как бы вице-чемпионство и тому подобное, на международном турнире одном, который недавно прошел летом. Насчет того, с чего начинал, начинал, в принципе, с 15 лет занимался бодибилдингом, и так получилось, что вот, встретив богатырская много борьб, с бодибилдингом завязал. Дух пронизал меня больше, то есть, соревновательный дух, самоотдача полная, то есть, абсолютно больший контроль за собой, больший режим, большая пахота – это то, что мне ближе. Это как бы мне по духу более богатырский спорт. То есть, состязания, да? Да. Какие основные упражнения, вот в многоборье, называется многоборье, да? Соответственно, это подразумевает какой-то определенный набор упражнений, которые необходимы. А основные движения, в основном, в принципе, основных насчитывается около 50. То есть, они существуют, некоторые разновидности, но основными, как бы, движениями являются либо переноска крупногабаритных каких-то снарядов, таких как баллоны, карамысла, колодец и тому подобное. И также есть движения, как называемые у нас верховые, то есть, это поднятие тоже, как тяжелую атлетику, как в флобинаре, да? То есть, там поднимают штангу. Это удобный снаряд, который удобно ложится в руку, его свободно гриф вращается, то есть, все для удобства спортсменов. Но у нас же здесь такого нет. У нас есть такая называемая цирковая гантель, по-простому, для большинства понятная. То есть, это большая гантель, если ее поставить, как бы, ребром, да, то есть, около метра в высоту, с очень большой ручкой. В среднем это диаметр около 40 или 60 миллиметров. 45 до 60. Да, то есть, вот такая. И задача ее какая, спортсмена? Она лежит на полу, закинуть на плечо и одной рукой зафиксировать над головой. То есть, это очень неудобно, поскольку в руку она не ложится. Центр тяжести совсем другой. То есть, здесь мало быть сильным. То есть, силовая база, она обязательно, это как безоговорочное условие. То есть, здесь нужно еще быть очень техничным, многосторонним спортсменом. То есть, выигрывает у нас не самый сильный, не самый техничный, не самый выносливый, а самый разносторонний и разносторонне подготовленный спортсмен. То есть, кто мог вот это все собрать в оптимальную формулу для себя? Немножко отходя вот от темы, если мы заговорили конкретно сейчас о Иване, мне хочется сказать, что забегая тоже чуть наперед, 7 декабря впервые в городе Мелитополе будет проходить показательное выступление с подведением богатырей, с подведением 2014 года итогов. То есть, будут ряд номинаций, награждения спортсменов, сборников Запорожской области и тех богатырей тоже по Украине, которые так или иначе внесли какой-то вклад в развитие богатырского многоборья в Запорожской области. То есть, кто приезжал, выступал у нас там часто, некоторые есть иногородние, которые принимают участие уже на постоянной основе в чемпионате Запорожской области. И там будет такая номинация, как прогресс года. То есть, тоже будет традиционно несколько номинаций и я надеюсь, что в будущем у нас будут такие тенденции сохраняться, развитие богатырского многоборья в Запорожской области, а тенденции достаточно высоки. Только в этом году уже это будут шестые соревнования, которые мы проводим на территории Запорожской области. И в номинации, вот, Иван будет тоже номинирован на номинацию прогресс года. То есть, действительно, за год колоссальный прогресс. Он пришел, я помню, на первых его соревнованиях, то есть, он не знал, что делать. Нагрузка совсем другая, чем бодибилдинг. Это вообще практика такая, скажем, ну, если брать силовые виды спорта, тяжелоатлетика, пауэрлифтинг, бодибилдинг, скажем, три таких основных направления, которые рядом идут, то бодибилдинг меньше всего подходит для богатырского многоборья. Ивану было очень тяжело вначале, и мышцы работали совсем по-другому, он не мог перестроиться некоторое время. Но потом, опять же таки, за счет дисциплины, за счет упорства своего, а также, как мы видим, ортопарометрические данные очень хорошие, то есть, широкая кость, высокий рост, длинные руки, есть потенциал для набора мышечной массы, чтобы соревноваться в супертяжелом весе. С помощью этих всех качеств своих, как физических, так и психических, за год он добился очень большого успеха, уже занял, став вице-чемпионом Запорожской области, и второе место занял в международном турнире в России в этом году, где были представлены очень серьезные соперники. То есть, тенденции идут вверх, меня это очень сильно радует, как представителя Запорожской области, потому что моя цель, помимо каких-то личных амбиций, наряду с этим у меня идет цель создать самую мощную базу в Украине, по богатырскому многоборью, чтобы у нас непосредственно была и база, как спортивная, то есть, инвентарь, сами залы были во всех городах, чтобы люди могли, все, кто хотят заниматься богатырским многоборьем, даже начать без какой-либо физической подготовки, чтобы они могли прийти и получить квалифицированную, то есть, тренерскую поддержку, и так же методическую, то есть, и непосредственно уже база была готовая. То есть, мы сейчас все общими усилиями над этим работаем. Я полностью по области, в Мелитополе конкретно, вот Иван сейчас в Запорожье, то есть, уже богатыри из других залов, приезжает к нему зал, уже создана некая база, скажем так, ну, процентов 70 оборудования, уже того, что нужно для полноценных тренировок, у Ивана есть. Мы постоянно его обновляем, повышаем. То есть, цель создать, ну, цели у нас высокие, чтобы Запорожская область стала флагманом богатырского многоборья Украины. Это очень здоровая, похвальная амбиция, я думаю, что Запорожье будет вот по всякому. Я думаю, нам все по плечу, потому что, на самом деле, мы фанатсы. Иван, хочется узнать, какое любимое упражнение? Вот фишка, именно твоя фишка, вот то упражнение, которое для тебя наиболее, вот где ты, ну, считаешь, происходишь? Ну, не знаю. Я отвечу за Ваню, я знаю. Любимое упражнение, которое лучше всех получается у него, это кантование гигантской покрышки. То есть, используется на соревнованиях обычно стандартная покрышка, 360 килограмм. Но на этих... Это велос, да? Да. В суперфинале будет использоваться 420 килограмм покрышка, то есть, еще больше. Ну, вот я хочу сказать, что, ну, скажем так, Иван ее кантует на мастерском уровне. Вот именно, если брать выступление, да, все проанализируя профессионально, на мастерском уровне. В области лучше всех, и, скажем, в Украине один из лучших. Вот уже он сейчас по этой дисциплине. Это упражнение будет? Это упражнение будет, да. Желаем только успеха в этом. Ну что, теперь о рукопашке, да? Ну, хотелось бы, вот, Виталия Турсона представить. Это президент Запорожской Федерации полноконтактного рукопашного боя. То есть, фулл контакт, то, что называется, да? Как развивается в Запорожье этот... Ну, мы, получается, у нас существует на данный момент пока 4 зала. Это тренера везде есть, работает. В основном, как бы, привлекаем молодежь. Начинаем, можно так говорить, со школьного возраста. Есть много, которые пытаются и 3 года звонить детей, и 5, ну, это как бы... По правилам с 8 лет. То есть, вот первый-второй класс приводят детей, и потихонечку, как бы, приобщаем к спорту. Есть, конечно, взрослые, ну, их, будем так говорить, маловато. Потому что, как бы, вид спорта такой многим боязный такой, жесткий. Все боятся, что их там набьют синяк и так далее. Ну, в основном, как бы, детки нормально дерутся, как бы, получается, они не настолько, они же не тяжелые, а сильно не бьют друг друга. То есть, как бы, потому что вид спорта такой, мы бьем и руками, и ногами, и боремся, и болевые, и удушающие, и все. То есть, уж, взято все самое лучшее со всех видов спорта. То есть, разнообразная техника, которая... Да, у нас техника есть руками, мы работаем, как бокс, ногами, как тайский бокс, ну, май тай, там, болибай у нас идет, там, со стойки идет у нас, как дзюдо. А внизу, если упали в партере джиу-джитсу, то есть, у нас очень большая база. То есть, ну, как бы, стараемся учить, и этому, естественно, надо долго учить людей. Это не характерно взять, там, любой вид спорта, к примеру, бокс, там, всего, там, 4 удара. Прямой, боковой, апперкот, все. И комбинации ихние. Там, один, два, три, три, два раз и так далее. То есть, здесь очень большая база, и работаем, работаем над этим. Сколько сегодня в Запорожье занимается ПРБ? Людей, ну, 150-200. То есть, до 200 спортсменов у нас уже в Запорожье. В основном, это 70-80% это детки. Детки, да. Это детки, да. Ну, и об особенностях хотелось бы узнать. Чем отличается ПРБ, в принципе, от других контактных. Сам вид спорта, история его такова, что в середине 90-х годов этот стиль был разработан Ермаковым Сергеем Борисовичем в России, в городе Кисловодске. Это тренер с многолетним стажем, заслуженный тренер России. Они по заказу спецструктур, армейских структур проводили мероприятия, в которых участвовали вот того Северного Кавказа подразделения. Начинали с кикбоксинга, потом этого было мало. Начали добавлять какие-то вариации. И в конечном итоге пришли к такой системе, которая оптимально отвечает любым версиям контактных единоборцев. Здесь правило разработано таким образом, что будь ты воспитанник ударной школы или чистой школы борьбы, но если сама концепция полного контакта тебе приемлема, ты всегда найдешь здесь место. И тебе будет что показать и что противопоставить другим. Здесь нельзя сказать, что доминируют только борцы или только ударники. У нас есть прекрасные команды из Днепропетровска, из карате, есть команды из тайского бокса, которые приезжают и держат от турнира к турниру первенство в своих весовых категориях. У них все очень хорошо. Особенности стиля таковы, что на самом деле на территории СНГ это самый первый стиль, который называют смешанным стилем. У нас допускаются удары руками-ногами, лежа, стоя, без ограничений. Не используется никакая защитная амуниция, никаких панцирей, никаких шлемов. Мы не превращаем спортсменов в средневековых рыцарей, убирая у них некое чувство неконтакта и убирая реальную опасность. Что для реальных условий немаловажно, когда человек закован в броню, в стеклянные шлема, и при этом ему наносят 30 тысяч ударов, а он встает и заканчивает поединок по счету. Вы же понимаете, в реальности это невозможно. Поэтому та опасность, которая реально существует, быть нокаутированным, отправленным в нокдаун, заставляет спортсменов быть более быстрее, более умернее адаптироваться к поединку. Стиль построен таким образом, что внешне достаточно жестокая система. Но то судейство, оно не имеет аналогов в других единоборствах. И это действительно наша гордость. Как подготовка судей, так и их работа, и сама система судейства, она не имеет аналогов в других единоборствах. Есть похожие, что-то брали у нас, где-то при формировании стиля Сергей Борисович брал у кого-то. Но сформировано так, что на ковре одновременно поединок ведут три судьи. Двое должны выбросить одну оценку, чтобы она была озвучена. Нет никаких протоколов, то есть нет каких-то боев в одни ворота. Невозможно купить бой. Понимаете, в чем большая заслуга? Что бой ведется, оценка выдается одновременно, синхронно с поединком. Она озвучивается главным судьей, переходит в табло и в протоколы к секретариату. Вот. Невозможно что-то купить, невозможно что-то где-то смухлевать. Поэтому это чистое судейство, и оно на самом деле привлекает огромное количество людей. И мы, общаясь с ними, с другими спортивными организациями, сталкиваемся с подавляющей, ну, можно назвать, коррупцией, да, вот в таких вот организациях как-то национального всекровидского уровня, где людям выдаются там несколько первых мест, к примеру, одно по протоколам, второе первое, потому что там папа там спонсор соревнований, понимаете, то есть где-то что-то... За технику там еще. Да, да, то есть какой-то такой абсурд, где места продаются, покупаются, дипломы. У нас этого нет категорически. Все предельно реалистично и приближено к... И на данный момент, допустим, вот в... Я не могу сказать даже сейчас на данный момент, потому что вот с 2008 года наши отношения с Международной Федерацией ПРБ, они немножко, мы разошлись путями. Ну, это был... Они стали менять немного правила, мы остались сторонниками аутентичной системы, которая была разработана. Они пошли, так сказать, за модой новшеств вот этих вот поединков клетки и так далее. И оставили аматорский, любительский спорт. Нас же интересует исключительно только любительский спорт, только привлечение деток, максимальное количество именно подрастающего поколения воспитателей. Профессиональных версий полно. Вот. И у нас есть спортсмены, которые дерутся в профессиональных версиях по другим, то есть, системам. Это не является показателем. И сама система, она позволяет охватить настолько, вот, Виталий Прав, большой арсенал работы, что воспитанникам нашим, когда человек полноценно готов, проходит определенный стадий спортивного отбора, даже если это воспитанник другой школы. Но наши правила формируют ему такую манеру поединка, такое видение боя, что это универсал, по сути. Он может хорошо бороться, хорошо боксировать, выступать по любым правилам, на том или ином уровне, но он будет к ним готов. И мы держим вот эту вот концепцию полного контакта в смешанных единоборствах очень четко. И вот благодаря судейству травматизм сведен фактически к нулю. Потому что у судей главная задача – это обеспечение здоровья спортсмена. Очень частые ситуации, которых тренера не понимают. Вот если у тренера появилось хоть сомнение, допустим, что человек не в состоянии вести поединок, он остановит поединок до восемь обстоятельств. Такой практики нигде нет. Если это в боксе нокдаун, если судья ошибся с нокдауном, это будет скандал. У нас же это не преследуется никак. Мы даем возможность судье четко определить, готов человек продолжать поединок. Не готов. У нас после каждого какого-то там технического элемента опасного идет работа с врачом, который дает добро продолжать или нет. Поэтому та первая опаска родителей, которые приводят детей, самих детей, о том, что это серьезно везде. Вы понимаете, и в боксе, и даже не за единоборствах. Самые травмоопасные виды спорта – это вообще гимнастика, как художество для девушек, как и спортивное. То в любых видах спорта единоборств вообще можно получить травму. Это априорифат. Но мы стараемся свести так минимум именно уникальную такую систему судейства, где исключаются какие-то вот отползновения от протокола, и в то же время пресекаются любые опасные ситуации. Моментально. Каждый судья реагирует. Все три судьи наблюдают поединок с одинакового расстояния. Никто перед спортсменами перемещаются одновременно с ними. Нет такого, что пустая клетка, где-то там судья стоит в сторонке, и спортсмены тут, понимаете. Фулл контакт подразумевает очень разнообразную технику и применение, да? Чего делать нельзя по ПРБ? Правила просты. Почему именно… Есть же федерация рукопашных боев, есть разные. Почему полноконтактный рукопашный бой? Почему он нами зарегистрирован как отдельный вид спорта? Почему мы развиваем именно эту концепцию? У нас нет лайт-контактов, у нас нет каких-то моментов, которые позволяют спортсмену отдыхать. Поэтому все, любые действия, которые он выполняет, все они будут оценивать только в том случае, если они выполняются в полную силу. Если он бьет, он должен быть в полную силу. Если он бросает, борется, он должен делать это в полную силу. Мы не оцениваем случайные падения, какие-то затяжки поединка пресекаются. И у нас очень простые критерии. Это самые жизненно опасные органы, жизненно важные места человеческого тела. Это затылок, естественно, глаза, горло и пах. Все. Все остальное допускается легко. То, что не мешает работе с экипировкой. Болевые на пальце сделать невозможно в перчатках. Их никто и не делает. Все остальное полностью разрушается. Несмотря на это, самая распространенная травма, которая на соревнованиях есть, это разбитые носы. Это то, что два-три носа за соревнования и ста человек мы реально можем увидеть. Руки тоже пустые, протекции нет, да? Нет, перчатки. Перчатки особого образца нет. Особого образца. Мы заказываем на Николаевской фабрике «Лев». Спортмастер, сейчас она, по-моему, называется. Как-то так. Специально под наш вид спорта особые перчатки, особого образца, которые позволяют с открытыми руками держать, но в то же время имеют большую протекционную подушку. Потому что у нас удары происходят и добивание лежачего, и в полной контакте, и руками, и ногами. Экипировка одна образцовая для всех возрастов, как детки, так и взрослые, работают в одних перчатках одного образца. Стандарта, да? Да, да, да. Как в боксе. То есть мы ушли от разных размеров, как в других единоборствах есть, и экипировка стандартизирована. Очень часто бывают конфликты, приезжают разные организации, а мы привезли свою экипировку. Смотришь там на какие-то битки с ММА, и говорю, и вас где, везде так допускают что-то вы? Да, вот мы были там на соревнованиях, там кто-то, не буду говорить, да. Вот мы там, нам добавляют. У нас нет. У нас только наша экипировка, стандартизация. Врач дает допуск по экипировке. У нас целая череда внутренних комиссий, которые проходят судьи, ковер, подготовка, которые проходят экипировка, проходят спортсмены. То есть мы подходим очень щепетильно. Можно сказать, что тот пережиток советского спорта, который связан с этой бюрократией, мы ее полностью впитали и реализуем максимально, насколько возможно. Каждая бумажка, на каждое действие должна быть бумажка. Но в правильных целях. Да, да. Для того, чтобы обезопасить и нас, обязательно страхование, страхование на команду, страхование личное. То есть это целый-целый перечень того, что мы работаем. И благодаря этому нам удается сохранять вот этот вот статус объективного судейства и безопасных соревнований. Несмотря на то, что правила очень жесткие и фулл контакт, это действительно фулл контакт. Мы очень зрелищные. Да. Приходите, мы посмотрите обязательно. На такой арене это будет впервые так расширено. Да, да. У нас в Запорожье мы с пятого года, вот до восьмого года кризис, когда настал, помните, вот за три года мы провели около 25 соревнований. Это только национального и международного статуса. Это по четыре чемпионата Украины в год. Международный турнир мы проводили, чемпионаты международные, Евразию мы проводили сюда. Когда вот я в 2008-м проводил последний чемпионат Евразии, к нам приезжало здесь около семи или восьми стран. Ну, правда, ближайшие это СНГшные наши страны, которым недалеко. Но это тем не менее, как бы, центром развития является Запорожье. Мы независимы от городских властей, мы работаем исключительно на своих началах. У нас есть какая-никакая поддержка коммерческих структур. То есть мы не привязаны к каким-то понятиям, политическим веяниям. Мы много раз испытывали давление попытки выйти на команды бойцов, мы об этом говорим конкретно, но эти все попытки мы обрезали. Нигде наши спортсмены никогда не участвовали ни в каких-то политических демонстрациях, не участвовали и не будут участвовать. И никаких вливаний мы не имеем из каких-то, понимаете, таких структур. То есть это исключительно развитие, певеризация и господа. Ну, по богатырскому многоборью в целом мы дисциплину уже представляем. Интересно, ПРБ тоже. Давайте поближе поговорим про 22-23. Как, где это будет проходить? Как вы этот 22-й разделите день, 23-й, какой регламент и план мероприятия? В два дня мы проводим, соответственно, понятно почему. Потому что есть боевые виды спорта и силовые. Мы разделили, то есть особого умысла нет, почему, что, в какой день. Валерию удобнее было и в воскресенье для того, чтобы люди могли приехать с других городов адаптироваться. У них более силовой вид спорта, все-таки тяжелее в чем-то. Нам проще свести деток, потому что понедельник это школьный день. Понимаете, уже учеба. И чтобы у них был в воскресенье свободный день на отдых. Это практика как бы идет. По 22-му дню. Официальное мероприятие Чемпионат Украины по ПРБ среди любителей. Начало соревнования в 10 часов утра. Проходит на одном ковре. Практику мы имеем на двух коврах, на нескольких. Но сейчас проводим в один ковер. Это более зрелищнее. И мы хотим просто придать более контраст всему тому, что происходит. Чтобы внимание не рассеивалось на разные группы. Чтобы это было именно как подобным. Мы не разделяем предварительную и финальную часть. Наша задача максимально быстро вот этих деток, ребят, которые приехали отпустить. Это человеческий фактор. То есть такой конвейер будет. Да. Это очень трудно держать. Да. Знаете, многие делают там предварительные бои, потом финальные бои. Когда-то там в 9 вечера, а потом что-то отменяется. И люди только в час ночи приезжают домой. Это неправильно. У нас в 3 часа дня, это как правило, уже мы закрываем соревнования. Награждение, закрытие, детки по домам. Кого-то мы родители за первое место в Макдональдс, кого куда. Кто-то в бар. Есть и такие. Но суть не в этом. Поэтому регламент прост. С 10 утра, начало предварительных поединков и идем до победного конца. На будущее же мы как бы и планируем о том, что привлекаться будут разные виды спорта. Но неизменно будет один день без смешивания стилей. Один день будет отдан под боевые виды спорта и один день под силами. Вот 22 дню вот такая у нас программа. А какой возраст участников? От 8 и старше. И до? Старше 19 плюс, как правило до 33 лет, это уже 33 ветераны уже. То есть свыше 33. Сейчас мы не проводим соревнований. Ветеранов единичные желания, ради них как бы и не устраивает никто. Ну вот с 8 до... То есть первый день фестиваля Игры Сотружества Народов, я просто отмечу, да? 22 ноября легкотлетический манеж Запорож Сталь. Это рукопашка по РБ. И эстафета передается 23-го богатыря. Как будет проходить день? Хотелось бы сначала сказать, еще продолжить тему Антона по поводу непосредственно наших Игры Сотружества Народов. Почему вот так мы объединились? В чем у нас абсолютно разные, скажем так, виды спорта. У него боевые искусства, у меня богатырское многоборье, силовой вид спорта. У нас принципы одинаковые вообще соревновательные. То есть максимальная открытость, максимальный демократизм и максимальная прозрачность всех соревнований. То есть нету никаких подводных камней, течений, интриг каких-то. Это все пресекается. Я сам очень большой приверженец. И вот сейчас эту тенденцию в Украине начал первую продвигать. Когда все будет максимально демократично и открыто. То есть смысл спорта нельзя забывать. Вообще изначальные принципы спорта. Мы определяем здесь самого сильного, скажем так. Самого сильного. Мы не определяем самого успешного. Мы не определяем самого, скажем, фартового в плане финансов, богатого. Мы не это сюда собираемся. Мы собираемся определить самого сильного. Все в равных условиях. Упражнения известны заранее. То есть непосредственно. Все готовятся. Кто у кого лучше, база у кого хуже. Это личная проблема уже непосредственно спортсменам. Все в равных условиях. То есть цель такая. И впоследствии, когда, даст Бог, на следующий год мы будем привлекать новые виды спорта. То есть может борьбу, скажем, пауэрлифки. Мы непосредственно тоже будем иметь с теми людьми, которые мы уже, возможно, знакомы лично. Что мы знаем, что это порядочные люди. Что все будет проходить открыто. Чтобы вот этот образ их Содружества народов всем был известен как непосредственно демократичный. Правильный формат, правильный был. И слава о нем шла только светлая, понимаете. Никаких не было негативных факторов, связанных с этим проектом нашим. То есть новые дисциплины, которые спобедуют такую же философию. Да, то есть непосредственно. Каждый вид спорта изначально придумывался для чего-то, скажем, легкая атлетика самого быстрого, самого, да, кто выше всех прыгнет. Непосредственно. У всех были какие-то намерения. И у каждого вида спорта изначально преследуются светлые намерения, да. То есть определить самого-самого. Но непосредственно из-за каких-то человеческого фактора вмешиваются сюда какие-то бюрократические моменты, политические и так далее и тому подобное. Мы это все исключаем. У нас спорт ради спорта. Непосредственно. То есть мы определяем самого-самого. Без внешних каких-то раздражителей, без внешних факторов. Все демократично, все открыто. То есть максимально прозрачно, скажем так. И добавлю, что вот мы с Валерой общались очень много и у нас и у него, хотя виды спорта как бы разные, но ситуация складывается типичная. Что всегда есть прожилка людей, неважно это какой-то там пенсионарий прошлого столетия или неважно кто, но кто пытается внести некую коррупцию в этот вид спорта, взяточничество, подкупы, липовые тесты, то есть все. И вот от этого как бы мы, ну это претит. Человеку, который вот влаживает душу, а не просто требует ищет какую-то коммерческую гонку, там это претит. И это действительно основная концепция нашего содружества. Это философия. Да, да. Можно сказать, это наша философия. Да, философия. Итак, Валер, 23 число. 23 число. Как программа дня? Старт соревнований в 12 часов дня. Сами соревнования будут проходить около 3 часов. То есть 3 команды, 5 дисциплин, 5 упражнений. Ну, соответственно, конечно, тяжелейшие упражнения. Почему там 5 дисциплин, сама дисциплина идет буквально там полторы-две минуты одно упражнение, да? Ну, спортсменам нужно время, чтобы размяться перед следующим и восстановиться. Ну, зрители скучать не будут, потому что будут в перерывах там и выступления коллективов танцевальных, и конкурсы для зрителей будут, которые на призы нашего официального спонсора, компании Forex Trend. Она будет представлять призы для зрителей. То есть зрителям скучно не будет в эти 3 часа. Я думаю, что будет такой накал страстей между командами, и что никто там не заскучает. То есть начало 12 часов дня приблизительно 3 часа будет проходить само мероприятие. Спасибо. Вопрос есть? Да, у меня есть один вопрос. В принципе, вот это все-таки как шоу-программа будет, да? А будете ли чем-то удивлять? Ну, например, меня вот интересует все-таки как рекорд Украины. Будет что-то вот в том плане? Ну, смотрите, я вам скажу так, что... Хотелось бы от наших запросов именно получить такие вот... Смотрите, в основном, в чем загвоздка здесь, что рекорды Украины в основном фиксируются в личном зачете, понимаете, а не в командном. То есть, скажем, если взять упражнение гантели, поднятие гантели, международное название дамбл, то есть вес у нас будет действительно 85 килограмм, то есть и команде из трех человек нужно будет за три минуты поочередно поднять на максимальное количество повторений, да? Суммируются. Да, суммируются общие массы. Скажем, тот же Виталий Герасимов, о котором я ранее упоминал, это представляет Николаевскую область, он двукратный чемпион мира в категории до 105 килограмм, заслуженный мастер спорта. Он рекордсмен мира в этом упражнении. Но, опять же таки, он рекордсмен мира в поднятии 90 килограммовой гантели. За 90 секунд он ее поднял, если не ошибаюсь, 12 или 13 раз, да? Что-то такое. То есть рекорды теоретически возможны, но если спортсмен сам выберет концепцию, скажем, лимит времени на рекорд минута или 90 секунд, да? То есть если Виталий, например, Герасимов, ему это под силу, захочет сам без перерыва полторы минуты работать с гантелью, пойти на рекорд, я не знаю о его планах, возможно, это случится. Но если он выберет стратегию, это все-таки командный, не надо забывать, да? А в командном нужно очень-очень точно выбирать стратегию, чтобы не выложиться на одном упражнении, а в следующем уже потерпеть ряду. Я делаю в виду, что у вас не заложена такая вот, например, для Ивана, вот, какой-нибудь такой? Ну, я вам скажу так, что насчет, поскольку это командное, как я уже говорил, официальных рекордов Украины не будет, говорю как есть, но результаты, показанные спортсменами, я вам даю гарантию, будут приравниваться не только к рекордам Украины, но и, возможно, к европейским рекордам. Потому что та же одна из дисциплин прогулка фермера, два баллона по 150 кг на дальность. То есть, мастерский, гроссмерстерский результат, это от 40 до 60 метров, когда проходит спортсмен. Ну, как минимум, у нас на соревнованиях есть три спортсмена, которые могут пройти больше 40 метров. То есть, просто не предусмотрена формальная процедура регистра. Форматом, да, форматом не предусмотрено, то, что рекорды будут. Тут, поймите, если кто-то один спортсмен, просто цена ошибки очень велика. Спортсмен идет на рекорд, соответственно, если даже это рекорд Украины, то это колоссальные энергозатраты. Он делает рекорд Украины, соответственно, выдыхается, потому что в таком формате, как правило, рекорды Украины, они фиксируются на личных соревнованиях, или они отдельно собираются, скажем, для предприятия. Да, 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 отдельно программы не будет. Это, кстати, интересный вопрос. Да, интересный вопрос, кстати, я возьму на себе на заметку, потому что, да, потому что мы постоянно совершенствуемся, мы постоянно работаем тоже, нам как бы даже... Я почему-то спрашиваю, удивлять. Да, 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 да. Ну, поверьте, удивлены будут все, потому что действительно будут веса уровня, как я уже говорил, чемпионата Европы. Ну, да, это что, новинка вы... Да, да, да. То есть, все будет очень серьезно, и сами спортсмены будут с этими весами творить такое, что обычному зрителю, конечно же, все будут сидеть с открытыми ртами, это я гарантирую. Но, как отдельного формата, что, возможно, на следующий год мы так и сделаем, скажем, будет, даст Бог, опять проходить у нас финал, да, может уже в финале будет не три сборных А4, по рамкам не трех этапов А4, и мы непосредственно сделаем под это, что как-то простимулируем спортсменов, да, некоторых, а у нас есть таких немало, которые смогут несколько рекордов Украины установить, скажем, приехать непосредственно в наши соревнования это сделать. Это очень интересно, спасибо вам большое за эту подсказку, и я думаю, что мы это сделаем обязательно, но просто не в этот раз, потому что формат не предусматривает. Но те веса, на которые будут работать, и в тех дисциплинах, они будут очень близки к этим показателям. Ну, просто, я как я говорю уже, тут стратегия немного другая, тут команда, да, и собирать очки от этапа к этапу, то есть, чем ровнее ты выступил, чем ближе к первому месту, то есть, можно установить один рекорд первого упражнения, А4 провалить и занять последнее место. Это не есть целью, как бы, команды. Важно грамотно рассчитаться. Да, очень-очень важна тактика, именно стратегия везде, особенно в командных. И в личных важно, но в команде ты работаешь не только за себя, ты работаешь за, представляешь, целый регион, и людей, от тебя люди зависят, которые тоже вкладывали деньги в подготовку, которые тоже тренировались, там, полгода в чем-то себе ущемляли, но серьезно готовились. Об этом не надо забывать, поэтому преследуются именно личные амбиции, выходит на второй план. Скажите, вот рукопашники, они с детками работают, не планируете ли вы открыть школу для детей, которые в будущем, опять же, станут теми же самыми богатырями Украины, либо же Запорожья, ну, и Мьорка. Спасибо за вопрос. Я вам скажу так. Такая практика, когда, скажем, вообще рекомендовано, да, заниматься... Мальца, а то и ботериалы. Профессиональная линия в силовых видах спорта, как правило, где-то начинается с 14 лет. Как правило. То есть, если мы берем пауэрлифтинг, рекомендуют с 13-14 лет. Если мы это берем, там тяжелая атлетика, там пораньше, но это совсем разные виды нагрузок. Пауэрлифтинг, статическая нагрузка, тут взрывная уже сила идет более, да. То есть, богатырское многоборье, очень... Во-первых, это молодой в наших регионах вид спорта. В Украине непосредственно с начала 2000-х годов он набрал такие серьезные обороты. Немалую роль в этом сыграло телевидение. Когда вышли на всеукраинские турниры, когда началась спонсорская поддержка, то есть, чтобы богатыри наши готовились. Соответственно, со всеми этими факторами популяризации, спонсорской поддержкой наша страна заняла ведущую роль в мире. То есть, подвинули таких флагманов, как США, там близко очень были Россия, Литва. Больше всех титулов, самой сильной нации планеты, принадлежит Украине. Сейчас это немножко подзатихло. Старая гвардия, скажем так, ушла уже на пенсию. Но они продолжают развивать это, но уже... Ну или на коммерческой. Да, уже да, скажем так. В планах это все есть. Как я уже говорил выше, у нас в планах есть, чтобы Запорожская область по всем аспектам, по всем направлениям заняла лидирующее место в Украине. То есть, база была. Но, к сожалению, этот вид спорта нравится фактически всем. То есть, раньше возле телевизора тоже собирались. Сейчас, когда показывают, особенно на патриотической ноте, сборная Украины, когда участвовала, собирались все от ребенка до стариков. Всем нравилось. Это близко к народу. Снаряды похожи, какие-то адаптированные. Это не штанга. Более к жизни там. Где-то дома кто-то сталкивался, какое-то бревно когда-то переворачивал. Правильно? Здесь поднимают спортсмены на головой. Какие-то бочки, шары, камни кто-то поднимал где-то, скажем так, в обиходе. Это народный, поистине, народный вид спорта. Легко доступность снарядов. Да, легко доступность снарядов, народный вид спорта. Но, при всем при этом, такая же у нас проблема существует, вот как у Антона. Многие боятся этого вида спорта. То есть спортсмены, даже уже состоявшиеся в пауэрлифтинге, в бодибилдинге, в тяжелой атлетике, они боятся этого вида спорта. Они просто, когда приходят на соревнования и оценивают тот масштаб упражнений, они, когда оценивают со своей профессиональной точки зрения тот масштаб подготовки, который у спортсмена должен быть, то есть это силовая выносливость. Это не штанга взрывная сила, один подход, это не пауэрлифтинг, максимальная сила, пиковая, один подход, то есть работа на несколько количеств, повторяю, монотонная. Это взрывная сила. 50 упражнений. Это все, когда прикидывают, многие боятся. Многие боятся за свое здоровье травмироваться. Но на самом деле, не нужно бояться. Вначале всем сложно. И травмы есть везде. Если мы сейчас возьмем даже тех футболистов, травм намного больше, чем в рукопашном бое, и, скажем, намного больше. Но вот такая тенденция. Я пытаюсь всегда людям донести, привлечь новых. Я постоянно ищу новые таланты. Других видов спорта спортсменов привлекаю. То есть за три года, вот сейчас уже на более всеукраинском уровне, у нас выступает за Запорожскую область около 10-12 спортсменов. С нуля. Некоторые приходили, попробовали, ушли. Не смогли. Просто физически. Не каждому дано. Но при желании, опять же таки, если человек проявит упорство, если он проявит терпимость, системность, да, системность, да, непосредственно будет дисциплину, то у каждого получится. У каждого придет, на какой-то уровень выйдет обязательно. Это я гарантирую. Тем более, что такие условия даже на данный момент за три года существования федерации, которые есть у нас сейчас в Запорожской области, ну, в Украине очень мало областей, которые есть аналоги. Всего в нашей федерации в течение 2014 года было проведено 7 соревнований. 6 из них на территории Запорожской области нашей федерации. То есть, это говорит само о себе. Спасибо. А руина Валерии, период на следующий год. 90% 90% соревнований разного формата, Кубок Украины, региональные соревнования, все украинские турниры, все это, то есть, на следующий год запланирован чемпионат Украины до 105 килограмм, где будет присуждаться уже непосредственно за первое место мастер спорта Украины. То есть, выходим на новый уровень, международные турниры. Тенденция развития идет, постоянно покупается новое оборудование, создаются новые условия, новые упражнения. Зрителям мы всегда стараемся от турнира к турниру удивлять. У нас в Мелитополе это уже как общий городской праздник, когда проходит Багдирское многоборье. То есть, главные все газеты Мелитополя, вплоть до того, что 9 мая у нас был турнир, самый сильный человек Запорожской области, он особой любовью пользуется у зрителей и поклонников Багдирского многоборья, уже во всех газетах Мелитополя был на развороте. Это не были заказанные, проплоченные статьи. Непосредственно газеты понимают актуальность и популярность и любовь зрителя к этому всему, что уже размещают сами. То есть, в Мелитополе мы уже к этому пришли. Сейчас цель у нас побольше турниров в Запорожье проводить, потому что в Запорожье тоже исторически так сложилось, казацкие забавы еще, казаки в свое время принимали некое, прототипом были вот этих Багатырских игр. То есть, у них были тоже целый ряд состязаний силовых, таких тоже. То есть, это нам близко. И Запорожью это близко. Наша цель непосредственно создать во всех крупных городах Запорожской области базы, где со временем смогут тренироваться уже как и состоявшиеся спортсмены, и так уже и подростки, которые захотят уже непосредственно посвятить себя богатырскому многократу. То есть, это будет как школа-интернат, которая будет... Ну, возможно, не школа-интернат, не тренировка. Да, ну, возможно, мы не приобретем такого финансирования, как футболисты. Мы сильно на это не надеемся. Мы надеемся только на свои. У футболистов более-менее какой-то, вы сами понимаете, колхозной команды всегда есть какой-то спонсор. Или фермер, или еще кто-то, да? Который покупает форму этот самый. Но это так есть. Футбол, это игра миллионов, да? Вид спорта самый популярный. Индустрия. Да, это индустрия, это рекламная индустрия, все. Богатырскому многократу мы на это не претендуем, на это место. Но мы делаем все для того, чтобы в любом регионе нашей области человек, если захотел попробовать даже, захотел или дебютировать, он знал, и было место, куда он смог бы прийти и квалифицированно подготовиться. Чтобы это было доступно. Такой, Валерий, скажите, а вы как, вот я по вам опять же по вопросу. Если, может быть, я ошибаюсь, поправьте меня. В 2010 году было такое предложение, чтобы битерские игры, вот сюда, на Гоборе, сделать олимпийским видом спорта. Есть ли такие спортсмены у нас, которые могли бы войти в олимпийскую сборную по этому виду спорта? А в Украине? Если рассматривать скажем так, ну мы немножко пофантазируемся. Да, да, да. Да, откровенно, пофантазируем. Потому что этот путь такой очень длинный и там очень много нюансов. Но если бы богатырское многоборье стало олимпийским видом спорта, и было бы в 2011 году шел с Масалом, и скажем, была бы такая концепция, как во всех видах спорта, весовые категории, скажем, богатырское многоборье само по себе предусматривает большие веса, то есть выше среднего. Если мы возьмем международной весовой категории, скажем, до 90 килограмм, до 105 и свыше 105, уже супертяжелый вес. Ну, на данный момент в Запорожской области возможно в этой концепции я бы вписался в категорию до 105 килограмм. Потому что я сам участник чемпионата мира, я являюсь действующим членом сборной Украины до 105 килограмм. То есть, в принципе, на данный момент да. Тем более, это же центр все-таки. А с перспективой, скажем так, с перспективой на будущее, вот если брать тенденции развития Ивана, то в будущем он может претендовать на место в сборной. У нас есть сильные спортсмены всеукраинского уровня и ветеран наш из Михайловки Нагорняк Вячеслав. То есть, думайте сами, человеку 43 года, мастер спорта СССР по тяжелой атлетике, чемпион среди юниоров. В некоторых упражнениях он составляет конкуренцию призером Европы по богатырскому многоборью. Есть ряд упражнений, то есть, есть сильные спортсмены, наша сборная очень конкурентоспособна. Но не посрамили бы, да? Не посрамили бы 100%, я это ориентирую. Спасибо. Спасибо за вопрос. Я хотел еще у Антона узнать о ПРБ на международном уровне как Запорожье, как Украина, как ли ставлено. Помимо с нами действует еще несколько организаций международного толка, развивающих именно этот вид спорта. Так сложилось, что история силы так сложилась, что каждая организация имеет некоторые виды изменения в правилах, некоторые особенности, которые для одних приемлемы, для других нет. И как таковой дружеских каких-то отношений, какого-то сотрудничества между организациями, к сожалению, нет. Потому что уже под название ПРБ попадают по сути стили концептуально похожие, но внешне очень разные. Наши поединки проходят в кимоно, дается возможность людям использовать различные захваты, то есть так далее. В другой организации они бьются в шортах, в третьей организации там свободная одежда, то есть есть определенные значения. Поэтому то, что касается по нашей линии, можно сказать так, что на протяжении всего существования ПРБ доминирующие позиции держат кавказские команды. Команда Дагестана, Чечни, там очень сильные спортсмены. У них это с детства культивируется воля к жизни, спортивное какое-то стремление к такой вот самоотверждению. Дух. Да, дух. То, что можно называть духом. У нас не хуже спортсмены. Но в силу ряда причин, и одна из которых это и финансирование тренировок, потому что не будем сейчас говорить, как мы выступили на Олимпиаде, которая была, это всем понятно, кто был у власти, куда шли деньги, они не к спортсменам в карманы шли. И я проработал преподавателем на факультете физкультуры и спорта, и несколько образований по физкультуре и спорту имею. Я здесь очень давно, я всю жизнь, моя вся жизнь именно спорт. Начиная с 13 лет, когда я пришел в зал, и вот сейчас уже 20 лет, не выходя из него. я прекрасно знаю, сколько должен получать спортсмен, независимо от вида спорта, сколько он должен потратить денег на то, чтобы стать чемпионом города, и сил, и времени, и всего. Какие инвестиции будут в него. Есть предел, на который пришел к родителям и сказал, пап, мам, дайте, они дадут, и этого хватит, но вот чтобы выше, вот тут уже все, вот тут проблема. И вот наши спортсмены сталкиваются с тем, что докуда родители могут дать возможность, докуда три раза свои деньги ведут, докуда кто-то какие-то гроши найдет выбитым из предпринимателей, где-то что-то, знаете, выпросит, это есть возможность. Тогда кто-то где-то стартует, хорошо. Но подавляющее большинство те страны, которые имеют целенаправленное спонсирование этих спортивных организаций, именно по боевым видам спорта, независимо от того, это карате, ушу, рукопашный, дзюдо, то есть олимпийский или не олимпийский даже можно подвести, те страны всегда были и будут иметь преимущества. У нас в стране такой нет поддержки. У нас доходит до такого абсурда, что по нас не касается, но вот по одному и тому же виду, одному и тому же стилю карате там около десяти организаций все украинских. Каждая свои выдает звания, каждая выдает свои там пояса и так далее, понимаете? И каждая... Классификация своя. но по сути как бы их там человек десятки тысяч, но подробите их и получатся единицы. И вот эти единицы, где как кто-то вылазит, так и пробивается. В этом и наша проблема. Это тут недостаток и финансирования, и мотивации людей. Сейчас и поколение таких детей растет, которые стреляют в компьютерах, сидят больше, чем ходят в зале. Вспомните наши... на разминке, на физкультуре теряют и умирают. Вспомните наши советские времена. Нормативы другие сейчас. Конечно. Я не говорю там даже за эти нормы ГТО или так далее. Мотивация действительно была совсем другая. Сейчас этого нет. Но есть страны, в которых вот прекрасные спортсмены команды из Ирана. Мы имели с ними дело. У них очень сильно вообще развитые единоборства. Независимо от того, это тайский бокс или смешанный стиль, или там грэплинг, или что-то, неважно что. То есть, но ту нишу, которую мы занимали, работая с международными организациями, по смешанным, так бы сказать, правилам ПРБ, где разные направления ПРБ участвовали, мы были в призерах. У нас были командные места. Когда мы привозили сюда, чемпионаты международные проводили, мы были в тройке лидеров. Это смело можно сказать. Но чтобы лезть дальше, этого чего-то вот не хватает. И прежде всего, это тот фактор, это финансирование. Ну и, как я понимаю, мы боролись с представителями тех стран, где инвестиции, спорт, все другие. Где мы общаемся со спортсменами, мы знаем, что вот я за три года перевозил огромное количество взрослых на международные соревнования. И вот очень часто, что спортсмены говорят, вот говорю, что ты кушал сегодня? Ну, вот он перечислил меня. А я знаю, что там за месяц я общался с каким-нибудь там дагестанским товарищем своим. Они говорят, там мне 100 долларов в день не на еду, на химию, вот все. Ну, чего дальше говорить, понимаете? На то время-то было 500 гривен в день ему платили, чтобы он просто хорошо кушал мясо, а не сою, чтобы он там пил правильные протеиновые напитки, разные там аминокислоты в добавке, чтобы он не имел потребности в каких-то там фармакологических способах компенсации вот этого воздействия нагрузочного на организм, когда у него все природно. А наш, говорит, что дома чем покормили, на булочку дали, на хлеб, в институт пришел, поел и на тренировку, и все, и каждый день две тренировки, и попробуй выдержать. Для износа. То есть тут вот так вопрос стоял всегда. И это не концепция, вернее, это не частный случай наш. Это вы же понимаете, что это весь спорт наш. Это то, что вот там сделали с нами, с нашим спортом, это вот показала Олимпиада. Это прискорбно, но факт. И с этим, мне хочется верить, что что-то будет у нас меняться. Мы достигли дна и в спорте, и везде. Если эту тему продолжить, которую затруднил в богатырском многоборье, все хотят видеть украинцев чемпионами, все радуются, обычные обыватели, независимо, телевизор, экран, пенсионеры, что любой нормальный человек будет рад успехам своего земляка на международной религии. Все рады, все. И когда что-то где-то сказать какое-то хорошее слово, и чиновники тоже радуются на камеру, но есть такие структуры, которым не нужно радоваться на камеру. Это дедушка может и домохозяйка порадоваться где-то перед экраном телевизора. А есть люди, которые должны делом помогать и создавать условия, чтобы все остальные радовались. У нас с этим большие проблемы в стране. Я вам скажу так. На данный момент при всех нынешних внешних факторах спортсмену-стронгмену для того, чтобы быть конкурентно способным на международном уровне на подготовку в месяц на 25-30 тысяч ривен. 25-30 тысяч ривен. Минимальный какой-то. Это минимальный. Это я говорю только на полноценную стопроцентную подготовку. Не считая того, что у него же есть семья, правильно? И нужно кушать и семье, и одеваться, и так далее, и тому подобное. То есть, непосредственно узкий профиль спорт. в месяц 25-30 тысяч гривен. Чтобы это стало его основной деятельностью, в которой он преуспеет. Да. И он тогда добьется самых высоких результатов на международном уровне. То есть, он будет призером, опять же таки, он имеет шанс быть призером. Потому что там потенциал. Потенциал. Это уже будет потенциал, прикрепленный какими-то непосредственно уже конкретными действиями. То есть, у скольки спортсменов из действующих в Украине есть такая возможность, или такие спонсоры. Но я вам скажу, на данный момент ни у кого. Ни у кого. На данный момент. В лучшем случае у единиц в половину. В лучшем случае. Вот и все. О чем можно говорить тогда дальше? Если в каких-то 80-х, 70-х годах, 60-х, когда еще до такой степени спортивная медицина не была продвинута. Когда до такой степени физиология не была еще изучена, как сейчас. Наши спортсмены всегда занимали лидирующие позиции за счет чего? Морально-волевых качеств. Сейчас морально-волевые качества. Ну, скажем так, не будем их применьшать заслугу, потому что характер должен быть. Нет ни одного чемпиона, у кого нет характера. Это однозначно. Но они уже сравнялись с вот этими спортивная медицина, физиология, научный подход и так далее. То есть... Мотивация, да? Мотивация должна быть и предкрепленной. То есть, ну, представьте, спортсмен работает на износ годами. Если он, скажем так, как у нас говорится, на сухарях, на булочке, ему просто даже надолго не хватит. Он может даже один раз стать чемпионом мира. Ну, тот... А на следующий год он уже будет... И голова пакриотизма тоже недостаточно. Недостаточно. Это наша проблема. Ну, понятно, выживаем, адаптируемся, как можем. Со своей стороны тоже пытаемся своих спортсменов продвигать, кого-то им искать где-то спонсоров. Ну, надеемся на то, что это все поправится. А реальность такова, что каждый год подходит время конца года. Мы садимся, думаем, вот календарный план. Нам нужно провести там полдесятка соревнований. Даже около десяти включать там районы, ну, городские, областные, то, что по Запорожью, да, где, что мы ищем. И вот все сидят, люди, понимаете, и мы понимаем, что кроме как своими силами, да, вот нам повезло, у нас есть вот Киевский фонд культуры и инновации, там Олег Дегтяренко его возглавляет. Ему огромное спасибо. Он сам, не будучи спортсменом, человек просто энтузиаст. Он помогает детям, больницам и так далее. У него есть возможность. Он привлекает различные коммерческие структуры, привлекает и чиновников и службы безопасности Украины непосредственно к нашей работе. Они нам очень много помогают из высших органов МВД. И мы получаем, вы знаете, как с миру по ним. И вот как бы раз, 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 раз и понимаем, все равно не хватает. И вот давайте, ребят, действительно по карманам себе полезли, а вот можно там что-то сделать, а вот там можно какие-то соревнования провести, там заработать и вложить в бюджет. И вот, к сожалению, вот такая реальность. Поэтому вот этот уровень международный, который действительно, нам пока действительно тяжело о нем говорить. Ну и, наверное, в этом контексте Игры Собородства Народов как раз та и задача стоит привлечение внимания к этим видам спорта, которые требуют поддержки. Привлечение внимания, привлечение побольше, скажем так, объединиться еще других видов спорта, чтобы это был такой праздник, знаете, который, спортсмены ехали как на праздник, понимаете? И для нас это был праздник, да, как у нас есть свои принципы, какие-то все, то есть это наш ребенок, да, такой, который мы сейчас зачали, можно сказать, и будем его, да, будем его вынашивать и, скажем так, в будущем воспитывать, да, и цель такая, если вот один из шагов, который для развития популяризации и, возможно, лучшего финансирования наших видов спорта, это чтобы это было как можно массовее, чтобы это была любовь народа это завоевало, да, эти виды спорта, тогда и будет, я думаю, что чуть, может, полегче, где-то какие-то люди неравнодушные, они найдутся, потому что есть, у нас же в Украине тоже не до такой степени прям все плохо во всех отношениях, есть же много порядочных людей, которые, и меценатов много, да, и все, но они не могут захватить прям все проблемы решить, да, ну, возможно, столкнемся с этим, да, мы к этому стремимся, общаемся с людьми, то есть есть же, вот уже Антон сказал, там у них постоянный спонсор, у нас вот данное мероприятие, помимо того, что это все организовало, как бы проспонсировала Осетинская община Запорожской области, тоже помощь оказала от Валютерских игр, Forex Trend, то есть, ну, приятно, приятно, когда, и особенно приятно, когда люди сами к тебе обращаются, не ты ходишь по кабинетам, просишь, ну, я вам скажу, я бы, к кому обращался, если бы, серьезно говорю, если бы не был таким толстошкурым, уже давно это дело бросил, 90% 95% отказов, по разным причинам, и даже бывает, доходит до того, что сидит реально человек, который сам нормально знаком со спортом, да, миллионер в долларах, и ты приходишь, он тебе начинает плакаться, что он не может там выделить на какое-то очень серьезное мероприятие, там, 2-3 тысячи гривен, да, например, хочется просто встать, достать, 50 гривен ему дать, ну, тебе так тяжело, возьми, ну, мне от 50 гривен, запотраченное время, да, мне от 50 гривен легче и тяжелее не станет, это 100%, ну тебе может легче будет, ты так плачешь, понимаешь, просто поэтому, как бы, ну такие люди есть, и радуют, когда они сами, вот Forex Trend на этих соревнованиях, сами к нам обратились с помощью, предложили помощь, это очень радует. И к слову, осетинская община, как бы, они, представителей даже нет, они стараются крайне, они возложили на нас работу, они дали средства для обеспечения рекламы, все эти делились, но вот их не интересует, реклама своя, или что-то еще, они делают просто вот для того, что есть в них, просто есть возможность, и сыграть на позитивный имидж осетинского народа в целом. Потому что я сам, вот осетин, например, я хочу сказать, уже так выступить, так сказать, от имени всего сообщества, есть такой, немножко есть такие моменты, конфликты были, там Южная Осетия, где-то там Тирак, Беслани, ну все-таки мрачное какое-то, знаете, ассоциации, даже с Осетией, какие-то мрачные, Беслан, там Тирак, там еще что-то, где-то война, ингушска, ингушска, наемники какие-то там, да, вот это все, негатив идет. Но хочется просто преподнести, что есть и позитивные стороны, ведь были и много же осетинов, сборной Украины были олимпийских чемпионов, Эльбрус Тедеев по вольной борьбе, Тимур Таймазов по тяжелой атлетике, и так далее, и так далее, и так далее, там Ибрагим Алдатов, чемпион мира в многократной по вольной борьбе, там Савлоховы тренера, которые подняли вольную борьбу, вынесли, и множество других видов спорта, Тимур Пилиев, призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике из Харькова, то есть я так образно, Михаил Бекоев, многократный чемпион мира по бодибилдингу из Крыма, то есть, это я так, кого вспомнил, помимо этого, много же и в образовании, журналистика, актеры, Анатолий Хостякоев, сын его, есть там Габараев, который был организатором известных таврийских игр, проводил, то есть много было непосредственно культуры и Осетии, и Украины очень связаны между собой, народы эти очень связаны, и вот хочется просто такое внести в последнее время, которое сформировал свой образ, такой негативный слегка, потому что хорошие новости, они не так быстро запоминаются, как плохие. Плохой власть режет.